В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня в Азербайджане отмечают праздник прихода весны Навруз. Он празднуется в день весеннего равноденствия. Именно в этот день по астрономическому и календарю наступает весна. В Азербайджане она наступила сегодня утром в 7 часов 49 минут. В Навруз в Азербайджане, как правило, проходят широкие народные гуляния. Люди ходят друг к другу в гости. В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции все массовые мероприятия в Баку и на всей территории Азербайджана отменены, а праздник рекомендовали отметить дома в узком семейном кругу. С праздником азербайджанцев поздравил президент страны Ильхам Алиев на своей странице в Facebook. Кроме того, жители страны поздравила и первый вице-президент Мехребан Алиева на своей странице в Instagram. Цитата. Выражаю глубокую благодарность каждому из вас за полные любви, искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Навруз. От всей души поздравляю наш народ с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения. Несмотря на отмененные массовые гуляния, люди стараются создать праздничное настроение. Так, главное управление по культуре Баку дало старт челленджу против коронавируса под названием «Давайте станцуем елы». Елы – это национальный азербайджанский танец. В Навруз его, как правило, танцуют вокруг костра, одного из символов праздника. Елы имеет глубокие корни и занимает важное место в культуре Азербайджана и является символом сплоченности и солидарности. Танец входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ильхам Алиев подписал распоряжение по принятию мер, направленных на снижение негативного влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана. В связи с этим президент Азербайджана выделил кабинету министров 1 миллиард монатов на борьбу с последствиями коронавируса. Это свыше 46 миллиардов рублей. Между тем, во всех учебных заведениях Азербайджана до 20 апреля продлили каникулы. В вооруженных силах Азербайджана в связи с коронавирусом передвижные мобильные госпитали переведены в состояние повышенной готовности. В Азербайджане по распоряжению президента открыт Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день в больницах Азербайджана остаются 33 человека, зараженных коронавирусом. Между тем, ситуация с распространением коронавируса у соседей Азербайджана обостряется с каждым днем. Так, в Армении уже 136 случаев заражения. В Грузии сегодня выявлены еще три случая. Таким образом, число зараженных достигло 43. В России за последние сутки еще 54 человека заразились коронавирусом. Случаи заражения зафиксированы в девяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253. Между тем, Роспотребнадзор сегодня сообщил о начале испытания в стране вакцины против коронавируса. Сопредседатели минской группы ОБСЕ на фоне ситуации с коронавирусом призвали стороны Нагорно-Карабахского конфликта строго соблюдать режим прекращения огня и выполнять обязательства воздержаться от любых провокаций, способных повысить напряженность. Цитата. С учетом того, что медицинские источники региона должны быть сосредоточены исключительно на борьбе с распространением коронавируса и лечении больных, заразившихся вирусом, для снижения риска эскалации мы призываем стороны проявить высочайшую сдержанность, максимально используя средства прямой связи. Несмотря на серьезные ограничения, введенные на зарубежные поездки, сопредседатели будут непрерывно продолжать посреднические усилия, тесно контактировать друг с другом и со сторонами, говорится в заявлении сопредседателей. Напомним, что днем ранее личный помощник действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшек сообщил о приостановке мониторингов в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в связи с коронавирусом. Власти Армении признали, что коронавирус уже негативно сказывается на экономическом развитии страны. Так, в Министерстве экономики республики заявили, что влияние коронавируса уже заметно и в естественной жизни в различных сферах экономики возникают отклонения. Цитата. Сейчас сложно оценить, какими будут те количественные последствия, которые понесет экономика Армении. Однако в краткосрочной перспективе мы столкнемся с существенными трудностями, сказал министр экономики Армении. При этом, попытавшись довольно неубедительно сгладить ситуацию, заявив, что подобные уроки не пройдут бесследно и такие трудности помогут с большой ответственностью относиться к шагам долгосрочного развития страны и находить лучшие возможности. Между тем, эксперты отмечают, что из всех стран Южного Кавказа именно по экономике Армении коронавирус ударит сильнее всего. На фоне карантина, закрытия границ при остановке транспортного сообщения и в целом внешних контактов республику ждет безусловный спад экономической деятельности. Кроме того, по всей вероятности, под влиянием этих негативных факторов Армении придется девальвировать свою валюту, что приведет к росту цен. При этом республика не имеет, в отличие от того же Азербайджана, экономическую подушку безопасности в виде серьезных валютных резервов. Азербайджан признали самой счастливой страной на Южном Кавказе по результатам мирового доклада ООН World Happiness Report 2020. Так, Азербайджанская республика среди закавказских государств заняла 89 место, таким образом за год поднявшись на одну позицию. Армения сохранила 116 место. Грузия за год поднялась со 119 места на 117. Список самых счастливых стран возглавила Финляндия. В первую десятку также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Россия в рейтинге заняла 73-ю позицию, опустившись по сравнению с прошлым годом на пять ступеней. Самой несчастливой страной, согласно докладу ООН, стал Афганистан, замкнувший таблицу на 153 месте. Это была новостная картина с сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале москва.баку.ру. Добрых вам новостей!